всем привет начинаю снимать хобби влог и начинаю я его с покупочек абсолютно случайно проходила мимо леонардо и решила что мне нужны две киветочки я давно на эти цвета смотрела и и я думала что мне они нужны хоть в моей основной палитре места нету но вдруг что-то я заменю в общем мало ли что вот так вот купила две киветочки и вышла из магазина вы верите в это ну конечно нет я не могла оттуда уйти с двумя киветочками ну и собственно вот что я взяла ну у меня есть некие оправдания что на эту гуашь я смотрела давно и ждала скидок на вайлдберрис вот но в леонардо она почему-то была дешевле на целых 50 рублей чем на вайлдберрис ну это я считаю отличный повод потом еще купила воронежскую черную от невской палитры а эти краски иргозин желтый и красный хинокридон с вами мы их откроем протестируем взяла акрил деколор от таира если не ошибаюсь ну в общем по моему этот да это таир но у меня не было до этого ничего из таира а вот этот цвет я хотела купить от люкс арт но почему-то люкс арт на вайлдберрис просто закончился и не продается я не знаю в чем причина на озоне по-моему он еще продается ну в общем пока на его на вайлдберрис нету я что-то проворонил этот момент но думаю попробовать этот хотя стоил он очень дорого ну там в районе 300 рублей я считаю что это неоправданно дорого за такую баночку но именно вот такой электрические синий это металлик я хотела ну не знаю надеюсь что я не разочараюсь и вот такие ручки от краун которые с искрящимися блестками то есть они и глиттер и металлические ну не знаю это я что-то таких не видела может я конечно не обращала на них внимание но конкретно таких у меня нет у меня было интересно стоили они 400 рублей то есть меньше чем 100 рублей за ручку ну я подумала в принципе можно попробовать если будет неудачно то он больше не буду повторять что покупку да и все вот сейчас я подготовлю свои выкраски и водичку с кисточкой но глаз пока не буду открывать почему во первых я ее купила исключительно так потому что мне посоветовали в раскрасках по номерам ей украсить и конечно же мне интересно как там красить именно гуашью потому что акрил точно не подойдет там очень мелкие линии акрил довольно быстро сохнет вот кожи не так быстро сохнет и она отлично разводится водой но сейчас к сожалению у меня совсем нет времени на раскраски по номерам даже пока не хочу и начинать эту тему чтобы краски не высыхали поэтому пока что я их открывать не буду ну как-нибудь другом хобби влоге мы с вами их протестируем наверное или уже покажу в именно в самой раскраски как она вообще вот ну а все остальное мы конечно же с вами протестируем так ну и начнем с вами с блестяшек вот я выкрасила акрил на камеру он кстати блестит как-то получше чем в жизни если честно я им осталась недовольна во первых он не укрывистый но тут как бы они вина производителя потому что он на баночке указал вот это вот значочек на половину закрашенный квадратик это и есть что он не укрывистый а полукрывистый но у него знаете какая-то такая текстура кремовая даже можно сказать вот он так как-то намазывается и очень мазки видны это вот я на два слоя делала это видны мазки вот ну в общем не чисто цвет нравится а вот сама текстура и укрывистость не нравится вот я считаю что этот акрил не стоит своих денег потому что вот например я правда а давайте собственно сейчас я и возьму баночку вот например маленький от люкс арт сколько у него 20 миллилитров а здесь сколько а здесь 50 миллилитров а в большом по моему до 80 вот то есть вот это вот баночка 50 стоит больше чем баночка люкс арта на 80 миллилитров то есть я считаю что цена завышенную если вдруг вы найдете по какой-то скидке ну может быть в общем называется д д колор производитель таир с металлическим и перламутровым эффектом но эффект я только металлический вижу вот ну интересно интересно так дальше ручки я уж не стала снимать их процесс выкрашивания мне кажется тут ничего интересного нету но мне они очень понравились во-первых интересные блестки но единственное что здесь блестки все серебряные во всех этих ручках серебряные блестки вдруг это вам нужно но самого кстати серебряного цвета и нету я чуть смотрю серебряный цвет как-то так не все любят производители но и я его не покупаю как-то вот у меня его мало а вот они наносятся очень жирненько у них такие видите довольно темные цвета тоже по сравнению с пентелем такие прям вот этот фиолетовый но очень темные такие вот фикс прайсовские по сравнению с фикс прайсовскими они мне кажется чуть темнее вот на опять же все блестки серебристые если вдруг это кому-то важно иметь ввиду но цвета интересные такие стандартные интересно стандартные вот такой вот он наборчик у так выглядит и вот такой так мы сделали идем с вами дальше к акварельки так я чуть-чуть подготовилась но еще пока не открывала еще вам хотела сказать что у меня есть вот такая новая краска это хром кобальт турецкий номер пятьсот тридцать три мне ее подарили но я еще не тестировала вот что я делаю с киеветочками когда у меня появляются новые я значит открываю их а вот это вот верхнюю упаковочку не выкидываю я ее сохраняю сейчас я вам покажу для чего это у нас воронежская черная и красный хинокридон в новых партиях белых ночей уже номер пишет на самой киеветке это очень удобно надо мои старые тоже подписаться так хинокридон 361 воронежская черная 806 аэргазин 257 здесь я отрезаю вот эту информацию она мне вроде как не нужно а вот здесь я обрезаю ровно до стрих-кода и здесь как раз таки пигментный состав я постараюсь приблизить сейчас вот видите в самом низу пиар 19 то есть это пигмент 19 не укрывистое вот такой пустой квадратик вот вот эти части я выкидываю здесь тоже самое и здесь тоже самое так для чего я вообще этим занимаюсь вот так в идеале выглядит выкраска где я наклеиваю непосредственно вот эти штучки если мне что-то надо будет посмотреть из пигментов я переворачиваю и смотрю что мне нужно сейчас конечно в пдм есть вся выкраска белых ночей со всей информацией но так в принципе тоже удобно здесь этот эта выкраска это стандартный набор на 36 цветов белых ночей но с тех пор у меня появилось конечно же много вот таких еще дополнительных киветочек и руки пока не доходят сделать вот второй листик для вот этой выкраски ну в смысле для белых ночей вот ну как-то мне это особо сейчас не нужно я имею ввиду в плане что сама палитра моя рабочая которой я пользуюсь именно непосредственно в раскрашивании вот она в принципе не похожа уже ни на что потому что там не только белые ночи там разные краски вот и там уже все намешано в плане и цветов и серий и ну что там не намешано я себе обычно делаю выкраску вот которая у меня есть текущая рабочая акварель и просто ее наклеиваю перед собой на стену и мне так в принципе удобно ориентироваться что у меня где но в идеале вот я это храню чтобы это красиво тоже сделать а здесь они приклеены просто на двух сторонний скотч то есть здесь полосочка двух стороннего скотча сама выкраска и вот эти вот этикеточки наклеены на двух сторонний скотч так и так чуть-чуть я предварительно смочила и здесь сразу видно что это кобальт именно у кобальта есть вот это вот естественная так называемая грануляция кобальт синий он тоже так же гранулирует а здесь кобальт такой бирюзовый очень приятный цвет давайте мы еще ему водички добавим и вы увидите как он любит гранулировать нужно иметь это ввиду просто так давайте почитаем что у него в составе интересно pb 36 полукрывистая то есть это однопигментная краска очень круто для смеси не будет давать грязь так эргозин желтый давайте мы с вами его попробуем о очень похож на мой любимый азамитин желто зеленый от ван гога вот прям один в один но по стоимости сами понимаете что белые ночи намного более бюджетный вариант вот прям один в один класс обожаю этот цвет можно будет ван гог не покупать ну конечно надо будет еще посмотреть в работе так эргозин у нас с вами пивай 129 тоже однопигментная красочка супер давайте я вам сразу покажу свою выкраску ван гогов я как раз сегодня ее и доставала чтобы на нее кое-что приклеить потому что у меня появился белый от ван гог показывала в прошлом хобби влоге просто сюда приклеила чтобы он был и так сейчас я вам покажу вот эта красочка азамитин зеленый желтый номер 296 у ван гога мне кажется один в один единственное что тут более темная все таки вот это пигментированная часть а так мне кажется очень похоже вот прям я надеюсь вам видно класс класс так тоже однопигментная обратите внимание красный хинокридон у меня вообще с красными большая проблема из белых ночей мне нравится только по моему краплак что ли я его часто использую остальные вот как-то мне что оттенки не те вот здесь ну это не нейтральный красный он ближе к рубиновому или даже алому скорее сейчас мы с вами возьмем выкраску белых ночей а вот мне интересно он размывается на розовый ну да такой розовый и даже если честно я не могу сказать он теплый розовый или холодный не знаю мне кажется это ближе к холодному розовому ну что-то между красным и холодным розовым и так здесь тоже PR 19 1 пигмент класс полезная вещь и так на что это похоже сложно сказать но скорее похоже на на карминовую на карминовую но чуть более прозрачную наверное так ну посмотрим карминовая все таки она наверняка не однопигментная а нет карминовая тоже однопигментная в общем можно было и не брать так и воронежская черная тоже меня заинтересовало потому что вроде как это черное но с коричневым потоном то есть теплым и да очень он теплый классно холодная это все таки серая пыльна сажа газовая вот это вот холодные черные вот а воронежская черная она прям такая теплая и она тоже кстати однопигментная для всяких смесей самое то все можно прям набрать густо и будет темное совсем пятно я сказала что она однопигментная PBK8 да однопигментная вот такие вот цвета они еще бликуют потому что не высохли так я это все сейчас соберу и вернусь к вам когда они подсохнут и тогда уже покажу красочки уже почти подсохли и кстати цвет они свой не сильно теряют вот эргазин конечно да это просто один в один на заметим просто бомба один из моих любимых цветов сейчас вот воронежская черная тоже пригодится вот такие вот у нас с вами новые краски от белых я хотела вам показать моя основная палитра вот такая ну и здесь всего конечно намешано но кстати основа это все таки белые ночи большинство красочек а здесь как раз таки вот эти запасные скажем так те которые у меня не пошли вот кстати здесь не только белые ночи еще миджелла рембрандт рембрандт и ван гог у меня а у меня кстати от ван гога индика по моему тут на очереди жду пока закончится от белых ночей а у ван гога или не ну в общем здесь какая-то красочка где индика однопигментная в общем а у белых ночей индика трехпигментная я бы честно говоря не сказала что я вообще индика с чем-то мешаю но бывает вот ну и здесь у меня пустые веточки хранятся здесь вот акварель ручной работы ну а так это остатки от набора из 36 цветов которые не вошли и то что я покупала поштучную но еще пока не приспособила в свою основную палитру кстати вот увидите внизу это все коричневые из белых ночей все коричневые кроме сепии я заменила мне ни одна не нравится в белых ночей ни охра и никакие коричневые они для меня мыльные и такие вот очень очень трудно набираемые на кисть я не знаю может у меня какая-то попалась партия но тем не менее невозможно было ими красить ой вот ну кстати в этом же пенальчике я и покупала свой основной набор на 36 а этот я уже пенал докупила когда их начали продавать так ну что я думаю с покупочками все но я только начала снимать хобби лоб поэтому может быть в конце будет что-то еще давайте к следующей теме так продолжаю свой хобби влог периодически у меня голос пропадает не обращайте внимание так сейчас покажу быстренько что у меня в процессе вот такая вот королева на на марафон ольги ранее что-то у меня давайте попробуем вот так наверное здесь осталось немного волосы ну в целом в общем-то все уже почти и готово здесь я тестирую свои новые карандашики так ну я новых карандашиков раз уж я сказала это это люминанс вот такие вот замечательные они у меня пока небольшой совсем наборчик но надеюсь буду расширяться вот и кстати да пенал пенал получила с али вообще хотела под карандаши сюда уже свои деревян дровинг разместила вот ну прям поняла что хочу еще ручки и вот так все это замечательно выглядит пентель я вам уже показывала это фикс прайс эти ручки краун глиттер я тоже вам показывала а вот эти вот сакура джели ролл стардаст это мои новенькие ну они не новинки они в принципе известны вот но у меня они в первый раз вот и еще не тестировала но хотела их уже разместить в домик а здесь у меня разместились мои белые ручки и еще какие-то от эрих краус по моему глиттерные ну и вот у меня осталось место кое-какие карандашики я тоже жду но там большой набор поэтому они еще несколько наборов проколор от деревян совсем маленький наборчик и пабло от карандаш тоже маленький наборчик я не пользуюсь потому что неудобно коробки расположены и вот подумала что если я их все вот так сложу то может быть чаще буду использовать но пока не знаю у меня еще не очень удобно в скрутке а здесь у меня ингтенсы и альбрект дюреры не очень удобно потому что ну я не фанат скруток просто но зато они тут так хорошо расположились и ну как бы докупать ничего не из ингтенсов не из дюреров я по моему вроде как не планировал единственное что я хотела сделать у ингтенсов проверку светостойкости ну точнее не проверку а посмотреть свои номера и сравнить с таблицей светостойкости которые официально есть у деревян то есть как бы не надо ничего самой делать просто нужно понять какие цвета светостойкие у меня а какие нет ну это наверное уже в следующем хобби влоге вот так это я вам показала и еще вот что хотела показать опять абсолютно случайно у меня была встреча в центре вот и она была вот прям прям недалеко от красного карандаша и я почему-то вот зашла вот это заправки как раз для скетч маркеров которые я использовала для фонов молнии четвертого цвета не было ну ничего страшного три это уже хорошо это первые заправки для маркеров как-то у меня не получалось до этого найти заправки найти маркеры которые у меня кончаются вот я либо покупала новый потому что мне срочно нужно было вот либо оставляла до лучших времен ну и вот так что я сейчас буду смотреть видео о заправке маркеров может быть в конце этого влога и вам покажу как я свои маркеры заправляю если научусь а также еще у меня есть вот такой подарочек мне подарили это спиртовые чернила каменская инк вот эти вот чистые а вот эти вот с грануляцией я уже немного поиграла с ними но не на камеру потому что я и умудрилась не на камеру все разлить и ну как бы в общем все было в этих чернилах поэтому на камеру я пока опасаюсь это делать но я вам покажу свои эксперименты а вы мне в комментариях напишите интересно вам будет такое посмотреть на камеру или нет я сразу хочу сказать что этот материал абсолютно неконтролируемый и я пока с трудом себе представляю где в раскрасках это можно использовать ну кроме как на каком-то большом обширном фоне и то если акварель можно регулировать с помощью воды вот то чернила с помощью воды регулировать нельзя с помощью спирта чуть-чуть получается регулировать но их растекаемость абсолютно не поддается вот ну тут вы видите где синий это чистый цвет а вот это вот это гранулирующие чернила очень интересный эффект я обалдет грануляции вообще мне очень нравится но пока надо придумать вообще это вот я знаете планировала для каких-то текстуры камней особенно вот в этих иллюстрациях Равин Филан который из второй книги Спирит Энимал там очень много таких с огромным фоном вот и возможно что именно там я и первый раз их протестирую ну в любом случае пишите в комментариях интересно вам что такое или нет еще хотела вам показать две маленькие штучки но которые я тоже бы хотела использовать в раскрасках вот такие вот стикеры из фикс прайс естественно это для распечаток или там для каких-то первых страничек вот но мне они показались супер милыми ну просто я не знаю не могла устоять вот но так как у меня никаких личных дневников нету ни планеров ничего такого поэтому все что я покупаю я пытаюсь применить к раскраскам вот также я еще купила несколько новых цветов полихрома у меня не полный набор не полный набор а набор в 60 цветов я уже докупала поштучно много что вот здесь кстати я вам хотела показать старт дасты вот вот так блестят и у меня конечно же все сразу засвечивается давайте попробуем нет ну в общем вот так они блестят там три набора по три по три ручки было вот так и что у нас так а тут я вам кстати показывала акварельку и давайте мы здесь еще выкрасим новые цвета по-моему еще ага вот еще вот такие вот у меня пополнения вот эти не будем выкрашивать черный и dark я думаю вы все в курсе что это за цвета и лично для меня абсолютный must have вот dark indigo у меня очень быстро уходит и как раз таки вот на замену ну как и черный в принципе тоже а вот в зеленый как я уже жаловалась в одном из хобби влогов у меня оказалась проблема поэтому пришлось пришлось докупать пришлось может как я люблю полихромусы каждый раз поражаюсь просто этим карандашам так это у нас номер сто шестьдесят семь двести семьдесят восемь хром оксид хром эгорили так этим я уже успела попользоваться немножко красивый цвет но какой то он для меня мутноватый в смысле я имею ввиду не очень звонкий очень такой приглушенный оказался это номер сто семьдесят девять так и вот такой вот интересный цвет необычный и сложный так сто шестьдесят девять капут мортум я не буду сильно подносить близко потому что опять засветит ну кстати вот так видно вот так вот пополнение у меня теперь куда их класть непонятно но зато я освободила вот эту свою настольную подставочку от гелевых ручек если бы мне кто-то когда-то сказал что у меня будет не хватать места для гелевых ручек я бы никогда не поверила но вот вот эта книжечка с диснеевскими принцессами она прямо если честно перевернула мое сознание в плане арт-материалов вот и я стала активно пользоваться всякими блестяшками так что я вам еще хотела сказать что мне пришел заказ с культпенс я делала в этом магазине заказ в первый раз и у меня остались такие смешанные чувства с одной стороны заказ мне пришел ровно через месяц после того как я его сделала и оплатила это долго мне вот сейчас алиэкспресс приходит гораздо быстрее товары но ничего срочного конечно у меня там не было сервис мне очень понравился единственное что не видно статус заказа как на jackson's арт вот но в принципе все нормально еще такая вещь после заказа я вспомнила что я забыла заказать вот такую вот штучку это пит пен от фабер кастов белый браш вот я им написала и они очень быстро ответили мгновенно выставили выставили счет и добавили эти позиции в заказ то есть вообще с этим никаких проблем не было но потом оказалась проблема что они ждали некоторые карандаши которые я поштучно заказывала но мне при этом не сообщали об этом ну то есть статуса заказа нигде нет на сайте и то что некоторых карандаши не хватает и поэтому не осуществляется отправка я узнала только написав им непосредственно и спросив в чем дело вот и тогда они ответили что они ждут карандаши я сказала что ну хорошо и ждем тогда до конца недели если карандаши не будет отправляем без них там не знаю что 4-5 не было наверное вот ну мы с ними договорились и все таки карандашей они дождались и отправили уже вместе с ними но наверное я сниму отдельное видео о культ пенс я так думаю вот потому что там было много интересных штучек хотя вроде как я уже вам все их и показала ну посмотрим в любом случае если у вас есть какие-то вопросы вы задавайте их в комментариях под видео и я постараюсь на них ответить так так ну что ж тогда переходим к следующему эпизоду хобби влог мне кажется что я ничего не покупаю но на самом деле каждый день я какую-то посылку получаю что-то распечатываю выкрашиваю выкрашиваю это ужас я не знаю когда это вообще закончится но тем не менее я опять получила посылку с алиэкспресс давайте посмотрим что тут вообще мне опять приехала так 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 смотри так это на самом деле это наборчик фиолетово-серых я это взяла для того чтобы портретики оттенять а мне еще кстати выкраску положили очень интересно а конечно мелковато для меня но все равно ой пригодится наверное так что тут за выкраска просто все цвета fine color и здесь даже вот обозначение цветов ну и здесь вот все серии которые есть будет кстати интересно выкрасить все fine color которые у меня сейчас есть и посмотреть что там у меня но у меня кстати fine color в основном это конечно skin tones для портрета вот ну и собственно эти серии я тоже взяла для портрета так вот если кому интересно что обозначают цвета ее буквы вот что они означают так ну ладно это нам пригодится но я хотела сделать выкраску в своем файлике специальном который у меня для выкрасок и мне кажется что у меня уже скоро закончится в нем место и это значит что пора бы останавливаться уже наверное на я так у нас тут сколько шесть цветов шесть цветов вот или их или сюда или вот сюда наверно вот сюда мы их с вами начиная начиная с самого светлого потемнее 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 в общем на них написано purplish grey это фиолетово серые вот и здесь мы с вами напишем цвета 38 39 40 41 42 и 43 ссылку если не забуду оставлю в описании но если забуду напишите мне в комментах то что я кисточкой выкрашиваю сейчас буду да вот там так ну мне кажется для портретов идеально я имею ввиду для тени даже мне кажется для темной тени кожи и не только для тени но и основной тон тоже можно вполне себе если честно я думала они будут похолоднее по тону но как видите они теплые я не знаю правда как это на камере отображается но тем не менее я считаю что они теплые а тут почему-то 43 самый светлый оказался интересно почему ну да ладно мы не обижены кстати вообще как будто другого оттенка так я вот сейчас попробую ну камера конечно засвечивает сейчас попробуем немножко вот так сделать вот вот такие цвета такая линейка отличные цвета для портрета вот так ну что поехали дальше мы с вами продолжаем хобби влог и дальше очень интересная тема такая экспериментальная нас ждут два теста точнее даже один тест и одна проверка информации вот значит первый тест который мы с вами проведем будет по ой столкнула по призмам судя по появляющейся информации периодически призмы протекают при закреплении их фиксативом или что чаще бывает лаком и без закрепления они тоже протекают то есть это не зависит от закрепления это зависит от состава именно самого пигмента нам нужно посмотреть какой именно пигмент протекает для этого я беру свою выкраску призм единственное что здесь я немного не доделала серые но серые нам и не нужны ну я наверное их сейчас в принципе и доделаю серые в принципе нам с вами не нужны но все равно я ее доделаю и тогда залью полностью лаком до самых луж я думаю что это выкраску самой не жалко но это будет очень ценная информация чтобы вы знали наперед какие пигменты могут протечь другие карандаши я имею ввиду из профессиональных линеек типа полихромосов не наблюдаются никаких протечек у них вот призм наблюдается у меня кстати есть одна картинка где я сама лично наблюдала этот процесс так сейчас я вам ее принесу чтобы не быть голословной я вам сейчас все покажу вот эту картинку я раскрасила наверное год назад примерно и то что вот появилась здесь я вам сейчас покажу на камеру кстати она не так ярко но в жизни поверьте мне это просто ядреный розовый вот вот эти места и они проявились буквально через несколько месяцев вот то есть не прям так чтобы сразу может сразу и были какие-то небольшие там изменения но бумага в этой книге она такая не стойкая и я могла подумать что ну просто что-то там просочилось но на самом деле это вот как раз призма которые протекли с обратной стороны и я подозреваю что это цвет маджента но я не могу быть в этом уверенной поэтому нам с вами и нужен этот эксперимент чтобы и вы и я знали на будущее и использовали эти цвета с осторожностью либо просто убрали их из своего наборчика вот знаете профессиональные художники они покупают карандаши наборами да но потом они все не светостойкие карандаши убирают из набора просто ими не пользуются ну там намешивают еще они должны быть уверены в том что картинка сохранит свою яркость на долгие годы а мы же с вами тоже в каком-то смысле художники и тоже хотим сохранить свои картинки в их первозданном виде и соответственно мы тоже можем просто убрать эти эти карандаши из своего набора либо как-то их пометить на карандаше и знать что вот этот карандаш протечет его можно использовать только на односторонних картинках ну почему нет итак я вот тогда закончу это ну чтобы было красиво и залью лаком так и второй интересный тест который у нас точнее не тест даже это дервент инктенс у меня они поштучно не набором но мы тоже выяснили что есть среди них как светостойкие так и не светостойкие и вот сейчас я хочу в своем собранном наборе отметить те которые не светостойкие и пометить сам карандашик чтобы узнать где его поменьше использовать ну как бы по минимуму да вот саму табличку она официальная дервентовская по светостойкости инктенсом я оставлю в ссылке под этим видео я оставлю ссылку на свой яндекс диск где у меня хранятся все мои фотографии моих выкрасок моих соответственно материалов я вам показываю материалы на видео но у меня тут лампа свет то естественный то искусственный конечно я не могу вам всего показать но в папочке которую ссылку я оставлю там у меня нормальные фотографии при естественном освещении нормальном и которые я более или менее стараюсь подгонять под их цвета которые вот я вижу своим глазом вот 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 так вот так что у нас технические сегодня небольшие моменты я думаю вам будет интересно я к вам вернусь с результатами ну что начнем с инктенсов их у меня конечно же меньше чем призм я думаю будет быстрее и так результаты ну в принципе утешительные хотя учитывая то что все эти цвета я брала поштучно то можно было бы заранее подумать и не брать не светостойкие цвета чтобы потом их стараться меньше использовать ну это глупо как-то но все приходит с опытом и я надеюсь что мои ошибки вас предостерегут от ваших ошибок итак начнем с желтого 0,2,10 это cadmium yellow и он по светостойкости 3 самый не светостойкий у derwent инктенс светостойкость от 3 до 8 где 3 не светостойкий и 8 очень светостойкий ну и вот здесь самый не светостойкий цвет и лучше его бы заменить на вот этот 0,2,10 на 0,2,00 это sun yellow и у него светостойкость 8 есть конечно там разница в оттенках но в принципе я думаю что было бы неплохо заменить дальше идет очень странная ситуация ну не то чтобы она странная но она понятная потому что розовые красные и фиолетовые это самые не светостойкие цвета даже в карандашах не то что в инктенсах итак у нас здесь из красных 0,5,10 и 0,4,00 вот этот poppy red по-моему он самый светостойкий 5 из всех красных ну и вот этот заменять мне собственно нечем то же самое касается вот этого 0,6,00 заменять его особо нечем вот есть 0,7,40 это муав вот его можно заменить на 0,7,50 dark purple по-моему вот у него уже светостойкость 8 уже отлично но тоже есть небольшая разница в оттенках вот но вот этот вот ширас по-моему его сложно чем-то заменить и вот этот вот тоже фиолетовый 0,7,60 у него отличная светостойкость 8 вот дальше синие пошли они отличные восьмерочка у них вот дальше зеленые 6,7 в принципе меня устраивает светостойкость тем более что я не держу раскраску открытой на солнце она у меня закрытая но те цвета которые с троечкой они в закрытой раскраске будут воцветать так что тут а вот 6,7 в принципе я считаю что нормально вот вот этот 10 один из моих любимых цветов у него восьмерочка отлично здесь шестерка нормально dark chocolate paints grey black отличные но дальше опять та же самая ситуация что я вам говорила оранжевые и розовые ну их заменять просто нечем у них у всех светостойкость на уровне 3-4 вот у фуксии 0,7,0,0,5 светостойкость это прям самая максимальная из всех розовых так что хорошо что она у меня есть из голубых вот этот 0,9,0,0 арис у него светостойкость 5 но он единственный светлый из всех синих он единственный поэтому его тоже особо нечем заменить а у всех синих все хорошо вот у этого коричневого 1,9,0,0,0,0,0 4 только он такой с красным подтоном но в принципе его можно заменить 1,740, у него светостойкость будет 8, но у него уже будет потон такой более коричневый, не в красноту, а более такой нейтральный коричневый, но тоже в принципе можно заменить. Про красный этот поперайт я вам сказала, 0,100 это lemon yellow холодный желтый, у него восьмерка, отличный цвет, ну и бирюзовый фиолетовый по восьмерочке очень хороший результат. Итак, получается, что из всех моих цветов, сколько их вообще у меня, 1,2,3,4,5,4, 30, нет, ну короче, меньше 30 получается, я сейчас посчитаю, 27 цветов, из них мне в принципе, так чтобы по-хорошему, нужно заменить 1,2,3 цвета, вот, остальные либо меня устраивают, либо замен им особо нету, так что, вот как раз докуплю 3 цвета, и у меня будет уже их 30 штук, и в принципе, этого мне точно достаточно, хотя у меня сейчас в пенале точно еще 3 цвета не поместится, не знаю, что делать, подумаю еще, я, если честно, интенсивно так часто, чтобы и пользоваться, так просто обратила внимание на одну картинку в мифах, которая у меня чуть-чуть выцвела, вот, но опять же, может это мои какие-то представления о том, что я смотрю на фото, и может быть, что все не так плохо, так, теперь перейдем к призмам, у которых все гораздо хуже, хотя в плане того, что их всего 150, может все и не так плохо, но с розовыми все оказалось довольно плохо, вот вы видите, что произошло, вот эта линейка розовых, синие, вот эти два розовых, и вот эти синие, они очень сильно протекли, вот давайте смотреть, значит, те розовые, которые протекли, вот они прям подряд идут, Маджента, Брюсис Ред, Малбери, Ход Пинк, все номера, тех призм, которые протекли, я оставлю в описании под видео, чтобы у вас они были, вдруг вам эта информация пригодится, вот эти цвета, часто их в портретах использую, но вот они протекают, дальше немного протекли Расбери и Махагани Ред, причем протекли они в фиолетовый подтон, почему-то, хотя сами они, в моем понимании, что они вообще красные теплые, но опять же, это мои какие-то, а дальше два термоядерных цвета, которые я не советую вообще закреплять, и лучше бы их не использовать, хотя они очень красивые, но вот к сожалению, смотрите, Dark Purple, и далее Purple, дают очень, при закреплении, такой неоновый розовый подтон, они просто вот начинают светиться, и это все перейдет на вашу белую гелевую ручку, на поску, скорее всего, тоже, и в общем, будьте внимательны, с двумя этими цветами очень сильно они протекают, вот видите, такой термоядерный розовый получается, и немного протекли лавандовый и лиловый, но совсем чуть-чуть, дальше синие, сильно протекшие, это Imperial Violet, и Violet Blue, и Ultramarine, вот они очень сильно протекли, вы видите, и немного протекли Copenhagen Blue, и Light Cirulean Blue, вот неожиданный момент, вот так вот, видите, как теперь, как ламинированные, вот эти вот штучки, хотя, я, наверное, не сильно так залила, прям лужей, потому что есть вот такие вот капельки, лак, сейчас я вам покажу, какой я использовала, вот такой, но обычная прелесть, вот это у меня сухой финиш, но обычная прелесть, вроде как лучше справляется, так, а опытов закреплений у меня мало, поэтому я лак вам, ну, вряд ли могу порекомендовать, какой-то прям конкретный, вот здесь я уже прям лужей заливала, но все равно я вижу какие-то капельки, вот, ну, видимо, опыта мало, слишком закреплений, на этой страничке совсем немного протекли, и они протекли не очень критично, немного протекли голубые Caribbean Blue и Periwinkle, и вот этот вот Tuscan Red, еще, конечно, неоновые, вот так вот они, ага, на камеру даже и не видно, ну, в общем, они протекли совсем немного, но пигмент видимый, вот эти все три, желтые чуть поменьше, а вот неоновые, оранжевые и розовые, они чуть побольше протекли, поэтому тоже будьте внимательны, хотя я вот неоновые вообще редко использую, но все равно, но все равно, ну вот, я думаю, эта информация была вам интересна, мне вот было интересно, и я вам напоследок в заключении хобби-влога покажу, что я начала раскрашивать, я начала вот эту вот раскрасочку, большая книга волшебных раскрасок, здесь я уже немного тестировала белую акварель, вот здесь, но эту картинку почему-то я в итоге пока что не начала, не знаю, по какой причине, она мне нравится, но вот что-то как-то, а начала я вот такую вот картиночку, с такой классной девушкой-олененочком, с енотиками, вот, мне очень нравится, как все получается, но бумага капризная, в том плане, что я попробовала призмы, мне очень понравилось, я попробовала полихромосы, ну так, я попробовала Пабло чуть получше, вот, но пока что я не поняла, какой материал тут будет лучше всего, хочется и попробовать какие-нибудь неоколоры или что-то в таком духе акварель пробовать, конечно, страшно, потому что я такая, что я наливаю много воды и мне сложно это контролировать, вот, поэтому с акварелью, наверное, нет, но вот, может, неоколоры, потому что мне эта картинка тоже нравится, но здесь вообще все зеленое на заднем фоне должно быть и карандашами такое заполнять, я, честно говоря, у меня нет проблем, чтобы именно заполнить карандашами, когда карандаши хорошо ложатся и с одного там с двух слоем или с блендером дается уже ровное покрытие, но здесь вот на этой спинке здесь слоев, я не знаю, 6, может быть, 7 разных карандашей и вы видите, что слой неоднородный, то есть, как бы, когда с одного, с двух слоев заполняешь карандашами, оно и может даже быстрее, чем акварель получается, но когда ты ни с одного, ни с двух, и даже с шести слоев не можешь добиться ровного покрытия, то вот тут и начинается, собственно, проблема с тем, что не хочется карандашами красить такую поверхность, вот, но посмотрим, как будет получаться, вот, раскрасочка очень классная и такие дизайны очень милые и вот эти вот черные линии, вы видите, что они тут ну очень жирные и прям даже не хочется их скрывать, ну как, хочется, потому что, видимо, у меня пунктик такой или я не знаю, что там у меня в голове, вот, и поэтому меня периодически, конечно, накрывает, я скрываю все линии там даже, где они в принципе уместны, здесь я думаю, что эти линии в принципе уместны, но, что опять рука может зачесаться, я хочу оставить эти черные линии, как-то они мне нравятся, выглядят мультяшно, но посмотрим, вот, на этом все, я надеюсь, что хобби-блог вам понравился, и я надеюсь, что вы используете тайм-коды внизу под описанием видео, и проматываете те части, которые могут быть вам неинтересны, и смотрите те части, которые вам интересны, и таким образом каждый найдет что-то интересное для себя, все, до новых видео, пока-пока, пока, субтитры сделал DimaTorzok